Добро пожаловать друзья на канал инвест хакинг с вами снова я Антон и это ваш ежедневный крипто обзор прошу прощения за небритость не успел ну что поделать хотел бы начать с интересного наблюдения что несмотря на то что NFT тренд уже вроде бы набрал достаточно популярности среди крипто комьюнити уже и люди из вне мира крипты заходят в NFT все равно даже среди моих подписчиков есть хейтеры которые пишут что от мой любимый канал говорит про NFT но напоминаю я говорю о том что мне интересно я не профессиональный ютубер который свои видео затачивает так чтобы их посмотрела как можно больше людей чтобы в конце продать что-нибудь или там отвечать на все запросы своих зрителей да я просто скажем так документирую свой путь в крипте у меня есть достаточно опыта больше чем у большинства из вас меньше чем у небольших людей и с этими людьми которые в крипте дольше чем я и которые все равно смотрят мой канал вам shout out друзья мои это очень мне приятно что даже люди которые у которых больше опыта все равно черпают какую-то ценность из моих видео ну а новичкам друзья мои есть много разных каналов где топят за какую-то одну крипту мы просто с вами общаемся я делюсь с вами опытом я думаю что вам есть что почерпнуть из моих видео понимаю что некоторые купили когда-то какой-то одной крипты и хотят послушать именно продаж и xrp им интересно слушать про все мои картинки но это достаточно на мой взгляд странно это как-то очень узко попробуйте все-таки взглянуть немножечко пошире зачем вам лишний раз убеждаться в своей правоте или неправоте когда вот возможности утекают мем между пальцев пока вы сидите держите какой-то один coin просто немножечко отдалитесь и посмотрите сейчас все еще бычий тренд есть возможность может быть выйти из какого-то менее перспективного coin и посмотреть на то что происходит сейчас что сейчас модно популярный где риск и реворд в общем-то лучше играют вашу сторону поэтому сегодня у нас с вами будет такой обычный микс из теханализа из каких-то новостей и естественно новостей из мира нфт очень интересуюсь сам тем делюсь с вами кстати интересно что ну хейт который был по поводу инфтина в летом это еще как-то понятно да совсем было ново многие ничего не понимали и чат просто взрывался когда я постил что-то про инфти и большинство людей упустила эту возможность я говорю о тех временах когда пол кулкатов был ниже одного эфира и постоили совсем не тех денег что сейчас это небольшая группа тех кто смог открыть свое сознание к чему-то новому сейчас в общем-то весьма хорошо на этом заработали и собственно молодцы ребята не теряйте хватки я знаю я вы знаете о ком я говорю я думаю что у вас большое будущее и следующий тренд вы тоже не пропустите но те кто не смог увидеть этот тренд достаточно рано сейчас все еще не поздно мы только с вами начинаем и все равно еще в числе вот этого вот маленького процента людей кто знает про крипту и еще небольшая часть людей кто слышал про нфт вам просто нужно открыть немножечко свой мозг подумать как говорится outside of the box и в общем-то решиться на что такое выходящий из зоны комфорт и так начнем мы как всегда с графика биткоина и биткоин у нас бьется вот этот вот тренд который мы с вами начертили от июля и сентября и не получает не получилось у него два дня назад 7 декабря пробить этот тренд и консолидируется консолидируется и сегодня проливается ниже и опять заходит в зону 49 уверен что сегодня еще до того как увидит мое видео многие чате будет говорить о том что идем мы на дно я думаю что принципиально ничего не получилось первого раза у нас не получилось пробить это ожидаемо поконсолидируемся здесь время у нас с вами есть пока мы консолидируемся на этих уровнях все хорошо у нас есть уровень еще 45 этот исторический тренд нас держит и уровень 42 на который все смотрят опять же если он зайдет чуть ниже черпнет ликвидность это будет просто последний такой смыв тех кто очень-очень загрузился на уровне 42 с огромной с огромными плечами и естественно их нужно смыть поэтому и похода ниже 42 короткого я не исключаю так как это было и летом вроде бы сначала отметили дно потом вроде бы поставили повыше но и потом всех ликвидировали и еще раз и пошли поэтому не стоит раньше времени быть слишком побычи или слишком помедлежно настроены рынок сам все решит кто-то будет говорить что это связано с новостями о evergrande наверняка вы уже слышали что evergrande китайский девелопер мы с вами говорили они объявили себя банкротом китайцы не смогли их вытащить или не захотели но тут же если вы посмотрите новости написано что китай заливает еще около 180 миллионов долларов в экономику чтобы поддержать ее на плаву поэтому кто-то скажет что это новости я скажу что это тех анализ что просто все это развивается так как должно развиваться нет смысла паниковать может ли фонда пролиться может будет ли это первый и последний раз вряд ли я думаю что все идет своим чередом циклы они как идут так и будут идти дальше ну давайте посмотрим быстренько на доминацию доминация у нас с вами продолжает падать значит альта какая-то показывает лучшие результаты чем bitcoin и а мы видим что в общем-то достаточно много коинов в красном есть буквально немного кто еще держится в зеленом вот у меня тут ван ван инч попадается но просто сильно уже пролился это нормально небольшой отскок на такое я бы особо ставку не делал что у нас сегодня вот кстати эксорпины которые я немножечко наехал вначале смотрите как хороший 8 процентов показывает и по-прежнему консолидируется на уровне 1863 как я раньше говорил пока 3 300 не пробьет меня не будить хотя если кто-то трейдит возможно 75 процентов мув покажется им интересным ну на этом пока пожалуй по моему тех анализу все посмотрим на то что мне прислал подписчик как вы помните бросил клич и сказал что если у вас есть какие-то вопросы по вашему анализу я его разберу потому что на своих графиках естественно взгляд замыливается и так мне прислали пару и gld к тезеру и прислали 4 скриншота на разных таймфреймах началось это все с недели и человек спрашивает правильно ли он начертил линии сейчас мы с вами быстренько это попытаемся разобрать вот эта линия начертена правильно 61 доллар на мой взгляд это очень важный уровень естественно здесь он оказывал поддержку феврале до здесь летом тоже его удержали и пошли правильно это линия верно это линия достаточно арбитражно но в принципе мы видим что она имеет значение и здесь и имеет значение здесь однако мы видим что здесь фитиль зашел за нее здесь фитиль пролился под нее поэтому возможно в этом случае я бы здесь нарисовал зону сейчас я разрисую и gld тезер чтобы можно было сравнить после того как я прокомментирую то что мы видим здесь эта линия естественно на уровне 292 тоже имеет значение два касания такой double bottom здесь эта линия которая у нас здесь 293 я бы ее немножечко ниже поставила здесь мы видим да еще одна линия вот это которая здесь потеряла 292 я думаю что ее я бы начертил более более значимая она на мой взгляд здесь вот эта линия как-то начинается неоткуда из чего я могу сделать вывод что она наверное месячная и если действительно начальщина по месячной свече то смысл в этом есть вот такие тренды очень резкие конечно чертить особо смысла нет потому что но он слишком резкий это касание конечно двух фитилей есть и можно сказать даже что 3 но по сути прорыв такого резкого тренда в общем особо нам ничего не даст я бы добавил тренд восходящий вот здесь соединил вот эти низы и мы тогда увидим что и gld скорее всего пролился под этот тренд сейчас мы увидим так на днях остались эти же линии да и мы видим что достаточно резкий по-прежнему этот тренд и возможно можно загнать себя ошибка ошибочно в позицию когда мы увидим что он пробьется мы видим что этот тренд рано или поздно естественно сломается но видим до что на 3 часа почему-то кстати взять три часа я не знаю я знаю что берут четыре часа два часа три часа звучит как достаточно арбитражная цифра и мы видим что да скорее всего рано или поздно прорвется и не стоит я думаю что считаю прорыв этого тренда каким-то сильным сломом тренда потому что он слишком слишком ровный другое дело что если он окажет сопротивление то это конечно будет очень медвежье выглядеть для и gld ну и на часах тоже понятно здесь обычно когда вы же смотреть нижней более мелкие таймфреймы я бы добавлял дополнительные уровни просто просто смотреть на то как отыгрывают ваши линии с больших таймфреймах этого на мой взгляд недостаточно раз уж вы смотрите на маленьких таймфрейм давайте-ка откроем и gld и в принципе я могу просто напросто удалить весь свой анализ и быстренько сейчас начертить то о чем мы с вами говорили значит недельный график мы с вами берем да я помню там вот этот уровень был отмечен достаточно верно на мой взгляд да около так что почему не удалилась а не удалилась вот так удалилась можем отметить вот этот уровень нижний в районе 53 здесь мы видим что если провести вот так вот линию по закрытию свечей то здесь видим что она тоже держала имела значение однако видим что много фитилей ходят ниже нее в этом случае я бы взял и начертил зону зону по фитилям и здесь зацепил бы с собой вот эти фитили мы видим что эта зона имеет больше значения здесь она у нас немножечко здесь в принципе можно даже вот так вот подтянуть то есть здесь она у нас выступает поддержкой и под нее цена редко проваливается здесь также мы видим что она отыграла дальше можно также начертить еще одну зону очень удобно вот такие свечи которые с небольшим с небольшим телом их просто выделять в зону и видим конечно что уровень вот этот double bottom он здесь не выпадает в эту зону можно немножечко ее продлить получается что две такие у нас зоны накопления и здесь в принципе можно тоже начертить еще одну зону чтобы не морочиться на недельных графиков в принципе вот так это можно оформить и дальше тренд я думаю что ценнее будет тренд все-таки макро тренд просто соединить несколько точек например взять вот эту точку и соединить с точкой сентябрьской и мы видим что был пролив и сразу же за него забралась цена значит пока что это держится здесь видим еще опять же этот тренд является сопротив поддержкой на если мы перейдем на дневные то мы отлично увидим как наша зона отрабатывает пока эта зона отпрыгивает здесь тренд нас держит и консолидация будет продолжаться скорее всего до вот момента там 24 декабря и дальше мы увидим пойдет ли отработать этот тренд пойдет она выше или прольется ниже естественно если прольется ниже 260 долларов то это будет печальным будем уже наблюдать за уровнем 2 200 и там уже смотреть как на этих уровнях отыграет цена так но это коротко о анализе на если у вас есть вопросы кидайте я посмотрю на ваши графики и вообще оцените кстати как он такая рубрика значит по evergrand я уже сказал теперь поговорим про еще одну новость кикстартер знаем проект где запускаются многие другие проекты да то есть у нас крипте это часто теперь происходит но еще до крипты существовала площадка кикстартер которая помогала молодым компаниям поднять капитал и запуститься в жизнь знаем что околус в яркость запускался там тел си прочими мистер и сайенс тиры и прочие 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 запустились именно с кикстартера и сегодня мы видим что они объявили о том что заходит в мир криптовалют и в общем то мы знаем что и без кикстартера при помощи криптовалют очень удачно многие проекты поднимают капитал здесь просто такое как сказать house name да то есть бренд заходит крипту и соответственно тоже дает некоторые дополнительные кредит доверия к этой индустрии потому что у них очень много людей которые работают с кикстартером клиентов и соответственно если это будет на крипте крипта тоже получит дополнительный кивок со стороны такой крупной компании и я думаю что они сделают все грамотно и что UX и UI то есть use experience интерфейс все это будет очень просто и люди возможно многие даже не поймут что все это работает на блокчейне так это и должно быть да мы не всегда знаем как работает интернет или почтовый клиент или что там внутри у принтера но все это работает и это и должно быть так люди людей не должна отпугивать технологии когда они говорят что я хочу инвестировать в этот проект им говоришь подожди подожди сначала 24 слова запиши на бумажку храни если не туда нажмешь все конец да если это все будет обернуто в привычные нам приложения в привычные нам интерфейсы этим пользуются конечно будет гораздо больше людей вчера в сенате выступал у нас выступали многие крипто умняшки в том числе и сэм из ftx и вот старые сенаторы троллили его и спрашивали что вот типа у криптовалют основной их враг это то что на смену биткоина придет другой душ коин на смену душ коина придет хэмстер коин на смену хэмстер коина кобра коин а на смену кобра коина мангуст коин и конечно они просто показывают свою некомпетентность и я сегодня пошутил и втвитнул типа ну где же мангуст коин пора покупать и я думаю что эти коины мы увидим ближайшее время просто как на смешку надо нашими стариками которые принимают решения на правительственном уровне не понимая о чем они говорят или а трейдс у нас комментирует новости по поводу супер фарма на coinbase пишет crazy week и говорит чтобы если это еще не все новости и я думаю что то есть он нам дает сигнал что будут какие-то еще новости по супер фарму на этой неделе также один из подписчиков спрашивает у него у него что в тех играх которые вы запустите будет ли супер фарм основным токеном или будет какой-то еще токен или отвечает что будет еще другой токен который можно будет зарабатывать в игре но основным токеном будет таким супер который будет контролировать эту игру то есть как а xs и slp существует в игре акси те кто не знает разницу между xs и slp я рекомендую разобраться если коротко то и слп добывается в игре а xs является как governance токеном токеном управления типа как акциями вот этой вот вот этого проекта акси инфинити поэтому супер естественно получит наверное хороший толчок если не в краткосроке то долгосроке и соответственно питаю токен тоже будет нам скоро представлен будем смотреть что это будет за коин и кстати если кто-то со мной вместе стоит стейкает супер это там капают бриллиантики и что-то мне подсказывает что на эти бриллиантики скоро можно будет покупать и на фишки из этой самой игры поэтому я пока бриллиантики коплю так ну и вот интересные новости из мира nfc вчера один кошелек купил насколько по моему 9 и пав раз два три четыре пять шесть семь восемь девять девять и павс пола на общей стоимостью практически на 2 миллиона долларов просто подмел пол и это не единственное интересное событие которое произошло на вот можно найти кошелек видим что просто взял и скупил все всех обезьян спала которые были на тот момент что дал небольшой толчок в принципе в целом по полу и по объему торгов но дальше произошло еще более интересное событие и кошелек скупил около 200 world of women nfc то есть действительно как говорится подмел пол я даже не буду это скролить но это началось вот здесь вот видим кошелек выглядит вот так вот да он даже без имени и он начал скупать всех с одного эфира 99 до и даже не буду скроллить чтобы просто это видео не было очень длинным до 2 и 8 включительно подряд скупил все и нфти и вот на этом кошельке который скупил всех этих женщин можно посмотреть на нем сейчас находится еще 13 тысяч семьсот семьдесят девять эфиров общей стоимостью порядка на 60 миллионов долларов поэтому я думаю что можно с уверенностью сказать что это не последняя его покупка и покупать он любит много и дорого поэтому если у вас есть какие-то завалявшиеся нфтишки возможно вы захотите их залистить и есть шанс что этот кошелек обратит внимание на ваши токена кстати у нас какие-то еще токены она здесь есть здесь и иван инч кстати интересно он инч может быть какие-то наши ребята возможно кстати это как-то связано с биржей которая запускается нфти и маркетплейсом которые хотят запустить в нынче но это чисто мои догадки буквально вот на ваших глазах родилась теория но возможно это пустышка и так продолжаем о том чем я занимаюсь и на что сейчас обращаю внимание это игра мирандус от гала games по моему достаточно интересный проект естественно нет гарантии что он запустится можно посмотреть некоторые военнофтишки и тем кто держит вот эти нфтишки героев экземплары они называются им будет доступна альфа версии игры только для пользователей pc можно будет побегать посмотреть вообще насколько у них получится то что они задумали я не буду грузить это видео потому что он сожрет очень много места но можете посмотреть в принципе строят они rpg такую диск классическую с орками эльфами людьми и прочими такая немножечко она пиксельная но современному поколению не угодишь может быть им это нравится может быть они будут дорабатывать но сказать однозначно что это хорошо или плохо нельзя я думаю что если у них получится это сделать то это будет круто но что мне интересно с точки зрения инвестора это земля которая там продается если открутить и сортировать по земле здесь она есть land deeds можно посмотреть видео где расскажут работает можно купить кусочек земли и потом сдать его в субаренду то есть на карте ставите свое поселение и люди у вас на поселении могут строить свои здания вот есть типу зданий которые можно размещать на земле и и соответственно зарабатывать на них то есть огромная какая-то экономика экономика здесь создается на с вами глазах опять же запустится она или нет сказать однозначно нельзя но меня это чрезвычайно интересует естественно если бы цены были хотя бы на один нолик поменьше можно было бы размахнуться и сделать большую ставку сейчас нужно просто присмотреться и возможно какой-нибудь такой вот тент или этом мясной стенд будет со временем приносить достаточно солидный ритор если эта игра наберет достаточно игроков а как понять наберет на игроков или нет это тестить смотреть если у вас нет много денег на есть много времени не теряйте его впустую посмотрите на эти проекты на ранних этапах если игра качественная если у нее есть интересный сюжет если есть все компоненты которые мы с вами не раз обсуждали то есть шанс что такая вот как сравнительно небольшая инвестиция может окупиться очень и очень хорошо поэтому опять же делюсь тем что смотрю сам интересует тренд именно недвижимости в крипто мире будем больше в этом говорить если вот какие-то апдейты по mirandos я вам расскажу активно тестим игру тетон арена и расскажу тоже если вариант там зарабатывать насколько это интересно может быть и вы тоже не берите на себя больше риска чем можете себе позволить но и время тоже не тратьте здесь в крипте за ваше время платят так как не платят больше нигде спасибо за внимание увидимся пока а а а а Продолжение следует...